Всех приветствую! Перезагрузка вашей судьбы. В какой сфере вас ожидает успех, продвижение? Давайте посмотрим. Ух ты! Болезненная ситуация прошлого обернется для вас переходом на какой-то другой уровень. Сделайте правильные выводы из прошлой истории. И поймете, что там, где вы были раньше, это бесперспективность. Там у вас связаны руки. Ну, по карте император здесь, конечно, внутреннее освобождение, потому что император — это карта. Это карта самодостаточного человека, который сам управляет собственной жизнью. Вы раньше себе этого не могли позволить почему-то. Вы долгое время не могли позволить себе быть королевой собственной жизни. вам не давали этой свободы, какие-то зависимые обстоятельства. Может быть, люди. Что-то, кто-то вам всё время мешал делать то, что вы хотите. И здесь действительно будет перезагрузка, очень серьёзная в вашей судьбе, потому что вы обретаете внутреннюю независимость. Вы освобождаетесь от каких-то рамок, в которых вынуждены были находиться долгое время. Какой-то поворот судьбоносный вас ждёт, туз жезлов. Жезл в вашей руке. Вы в какой-то момент примите для себя судьбоносное решение, которое станет важным переворотом. Как будто на кнопочку нажимаете, и перезагружается ваш внутренний компьютер. Вы говорите себе «Всё, я ставлю на этом точку, и я хочу отпустить прошлое, освободить себе путь для будущего». Вы хотите радости. Такое впечатление, что вы как-то давно живёте в состоянии, когда руки опущены, когда просто ничего уже не хочется. какое-то время вы в одиночестве, как будто не позволяли себе отношений, не подпускали людей близко. Но здесь у вас открывается как будто бы второе дыхание. Вы обретаете партнёрский союз, который приносит вам массу эмоций. Здесь контакты расширяются. Круг расширяется, круг общения вашего. Продвижение. Рывок вперёд, старший аркан колесницы. Вот что значит сознательно перезагрузить свою жизнь и быть внутренне готовым к переменам. Рывок вперёд, с чем будет связан у вас? У нас мужчина, да, король Пентакли. А с мужчиной, для которого финансы очень важны. Почему для него так важны деньги? А потому что человек, скажем так, в себе не уверен. Для кого важны деньги? Для людей с заниженной самооценкой, которые пытаются свою значимость повысить за счёт заработка. Мужчина не уверен в себе финансово. Но зарабатывает он нечестным путём, старший аркан дурак. Через какие-то обманы. Это какой-то неофициальный заработок. Для чего он появляется в вашей жизни? Для чего? Ну, как ни странно, но открыть вам какую-то правду. Может быть, не он сам идёт к вам с разговором, да. Здесь просто Вселенная открывает вам путь к истине. Пришло время вам что-то узнать. Потому что та несправедливость, которая в жизни у вас была от этого мужчины, она как-то ещё зависла в воздухе, не поставлена точка, не завершена. И по старшему аркану Солнца восторжествует какая-то правда. То есть скрытые моменты должны выйти на поверхность. Какой-то обман, связанный с этим мужчиной, и финансовый аспект. Обман связан с мужчиной и с финансовым аспектом, который для мужчины очень важен. Здесь полная перезагрузка по карте суд. Нейтрализация негатива, который был послан на вас. И выход на свет, в просвет какой-то. Человек появляется к вам. Король Пентакли. Король Пентакли и рыцарь кубков. Человек желает дипломатии, договорённости. Он желает открыть что-то вам, преодолеть какие-то преграды между вами. А вы ничего не хотите уже. Вот перед вами открываются новые возможности, а вас устраивает та стабильность, которая у вас есть. Вы говорите себе, я не хочу перемен. Мне хорошо и так. Да, меня в прошлом больно ранили, но я сумела или сумел подняться с колен, достичь самодостаточности, статуса императора. И мне вот так хорошо. Пусть даже я в одиночестве. Но мне вот так хорошо. Здесь отказ идёт от будущего. Вот смотрите, да, вам Вселенная как бы даёт возможность, потому что одиночество ваше заканчивается. Вам этот период был для чего-то дан, для осознания чего-то. Пауза вот эта вам необходима была. Но она завершается, и вам не по судьбе одиночества. Вы должны быть в паре. Здесь восстанавливается какое-то общение. К этому всё идёт. Но вы не хотите этого сейчас. Ну, или же даже в будущем. Ну, и сейчас не хотите, да. Прошлое влияет на будущее очень сильно. Вы сейчас не хотите. Может быть, понимаете, интуитивно чувствуете, что человек должен прийти к вам. Но вам неприятно ворошить прошлое будет. Вы не хотите это вспоминать, поднимать на поверхность всю эту грязь, негатив. Но точка не поставлена, и вселенная угодна, чтобы вы что-то узнали. Хорошо, чего вы сейчас не знаете? Чего не знаете? А вы не знаете, что играли против вас? Ну, или знаете, но, скажем так, не знаете всех подробностей, ситуаций, мотивов действий, лиц ваших недоброжелателей. Вы не знаете, что человек, который играл против вас, сегодня проиграл. Он может этого не показывать, но он в проигрыше. Пятерка мячей – это неосуществленные планы. Мячевые планы, да? Острые планы. Кому-то подкосить, кому-то урезать его удачу. Это женщина. Что вы узнаете про нее? Какие факты о ней вам откроются? Вы узнаете, что она настроила кого-то против вас. Что тот конфликт с кругом людей, который у вас был, это все из-за этой дамы. То есть она настроила людей против вас. Люди очень часто внушаемы. И они идут за лидером. Это женщина мячевая, она лидер. Но лидер очень нехороший, потому что карта дьявола ей падает. Может быть, она добивается того, чтобы шли за ней, слушали ее именно через магию. Такое тоже может быть. Она может как-то себе людей привязывать с помощью магических ритуалов. Как будто гипнотизирует людей. Что вы узнаете все-таки, да? Что вы узнаете? А вы узнаете о ее каких-то резких действиях, импульсивных действиях. Давайте еще посмотрим, что. Суть происходящего. Вы узнаете о тех планах ее, которые она строила. То есть она хотела устранить вас для осуществления каких-то своих надежд. Карта семерка. Кубков, иллюзии, мечты, планы. Чего она хотела? Она хотела вашего падения. Карта смерти. В разрушении ваших отношений. Да, у кого какая ситуация. Но в целом карта разрушения вашей удачи. Вашего успеха. Она понимала, что вы двигаетесь, движетесь к успеху. Что вы получите все-таки, да, в конце концов то, к чему идете. И она сделала вам весомую преграду. К вам придет суть происходящего. Понимание, что к чему. А что она сделала, да? Давайте уже сейчас посмотрим. Что она сделала? Она, ну, она, знаете как, она все как-то по уму, да, сделала, как будто бы все так и должно быть. А с ее точки зрения это выглядит так, как будто она восстановила какую-то справедливость. В чем она обманула вас? Она показала вам свою силу какую-то, свою мощь. Потому что ждала от вас повиновения. Повиновения ждала. Вы не оправдали ее надежд каких-то. Она ждала от вас большего. А вы как-то, знаете, вот отвернулись от нее. Пошли по другому пути. Шестерка мечей отплытия к другим берегам. Вас не устроила какая-то ее позиция, ее отношение к вам. Что-то вас в ней не устроило и вы отправились в какое-то другое плавание, в другую сторону. Она ждала от вас, как бы, знаете, вот она на вас надежды возлагала какие-то. Она вам доверяла, но ей тоже в какой-то степени больно от того, что вы не оправдали ее надежд, что вы вдруг выбрали какой-то другой путь. Она вас почему-то считала раньше другом. Башь кубков, дружеская карта, карта открытости дружеского расположения. Но вы в другую сторону отправились. Вы приняли какое-то важное для себя решение. Это было для вас самих принципиальное какое-то решение, но и для нее это как удар был. Она не ожидала такого от вас, но и поскольку она себя считает скажем так выше других, то она восприняла ваш поступок как оскорбление по отношению к себе. Вот так. Она же видите какая всезнающая. Она как наставник вам была почему-то, как поддержка, как наставник вроде бы изначально. Или она сама думала, что она для вас является именно человеком, который вас поддерживает. Но ваше поведение как бы она считает, это ее позиция, что ваше поведение оказалось неверным и что оно разрушило то положительное и позитивное, которое было между вами. Но на самом деле конечно виновата здесь она, я по раскладу вижу, что вы не могли принять ее позицию, потому что она была какая-то очень иллюзорная для вас. Вы человек реалистичный, вы понимаете, что ну как-то как-то такими путями не придешь к славе, к успеху, к достижению, поставленных целей. У вас свое видение собственного продвижения, она как будто для вас вроде бы обещала золотые горы, вы не поверив в это куда-то уходите. Ее это не устраивает. вы находите возможность гармонизировать свою жизнь и для этой дамы как бы это ну как в нож в сердце. В чем перезагрузка этой ситуации для вас? Вы выходите в победу. туз пентаклей достижения все-таки той цели, к которой вы то ли изначально шли, она вам помешала, то ли все-таки здесь справедливость вас торжествует какая-то, потому что вы же не просто так от нее как бы ушли, вы поняли, что с этим человеком не удастся построить нормального партнерского союза, и что этот человек очень сильно вам мешает. Но вас ждет победа, успех. Вот такой у нас с вами расклад. Судьба, судьба вселенная на вашей стороне. Вы не одиноки. Вам можно сейчас в это верить. Старшерка надшельника и колесо фортуны. Верьте в то, что вас не оставят высшие силы. В одиночестве вы не будете сами проходить этот тяжелый период. Вселенная видит эту ситуацию. Вам остается дождаться только ее суда. я благодарю вас за просмотр. Желаю вам всего самого наилучшего. Пусть правда восторжествует. Да поможет нам вселенная. На этом все. Я прощаюсь с вами. Как всегда совсем ненадолго.